у нас есть комплектик называется он аннигилятор вы видите здесь викинга гром м2 да есть атомы есть резист от грома теперь смотрите сюда у меня имеется гром и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик сегодня у нас ролик пойдет по нашему армейскому нагибатор скому аккаунтику на котором я уже получил капитана хотелось бы сегодня вообще рассказать как у нас продвигаются здесь дела с набитием звезд потому что до сих пор еще ни одного видеоролика по данной теме я не выкладывал не говорил вообще не показывал как у нас что тут двигается шо у нас происходит уже капитан совсем скоро я думаю что при именно таки к окончании наших челленджей я здесь набью майора но сегодня у нас планируется еще одна интересная тема на разговор это просто комплект который сейчас имеется у нас в гараже я не понимаю вот серьезно вот просто чекайте да у нас есть комплектик называется он аннигилятор вы видите здесь викинга гром м2 да есть атомы есть резист от грома теперь смотрите сюда у меня имеется гром которого сегодня к слову у нас уже будет м2 потому что за ноль кристаллов мы его приобретем это значит что у нас громчик в фулл прокачки также викинг фулл прокачки то есть у меня викинга гром м2 уже имеется и при всех этих раскладах меня хотят обмануть и сделать так чтобы я прикупил бы еще себе аннигилятор вот зачем мне он нужен объясните мне пожалуйста по каким вообще параметрам я мне вообще в принципе выгодно даже его покупать вот вот как как это вообще расценивается что вообще думаете по этому поводу почему мне предлагают купить тот комплект из которого по сути мне не надо ничего викинг м2 да зачем мне ваш викинг м2 я через два звание условно говоря смогу же его взять сам за ноль кристалл громом 2 так я сегодня уже его возьму прямо-таки сейчас смысл вообще не понимаю просто в чем логика бывали ли у вас вообще в принципе такие ситуации отпишите пожалуйста в комментариях но мы берем свой нагибаторский громчик м2 чку ставим его конечно же на прокачку начинаем прокачивать новую определенную нагибаторскую пушку к слову если вообще углубляться в наши прокачки на данном аккаунте то уже совсем скоро у нас плюс 2 еще пушки будут прокачаны до m3 а именно таки фриз у нас прокачан уже с восьмой шаг качается и рельса восьмой шаг качается при этом еще к хоречку нас так же самое на восьмой то есть условно говоря через пару-тройку недель у нас данное вооружение уже будет full и это значит что в принципе у нас в этом плане будет довольно таки интересно аппетитно нагибаторский все продвигаться но мы пикнемся в к точку и поговорим уже наверное таки именно таки о челленджах чтобы вообще хотелось бы выделить на данных челленджах и не хотел бы я тут говорить наверное что это какой-то неудачный челлендж для меня либо же есть какие-то моменты которые мне не нравятся серьезно челлендж проходит довольно таки удачно при всех тех раскладах то что у нас постоянно на данном аккаунтике тратится кристаллы то в общем и целом я уже набил 700 к то есть если бы я бы их не тратил бы на микро прокачки ни на какие устройства ничего бы здесь не покупал то условно говоря уже бы один миллиончик кристалликов на данном аккаунте у нас имелся это значит что все довольно таки двигается хорошо успешно сочно нагибаторский без особых никаких проблем все быстро делается и данный аккаунт уже обгоняет можно так даже сказать нашего бездонатика бездонатик у меня капитанчик по вооружению конечно там аккаунт намного таки намного таки лучше потому что ему намного больше времени но если сравнивать вообще бюджет данного аккаунта и сравнивать сколько времени я на него потратил то здесь довольно таки интересно солидное вооружение единственное наверно к этому солидному вооружению в скором будущем мне придется покупать резисты если же конечно у нас звонка чересчур быстро аппетитно не пойдет вверх потому что я пока не знаю ребят вообще будем ли выполнять челлендж следующий на данном аккаунте с данным челленджем мы точно уже в ближайшие два дня закончим поэтому все кто ребята любит играть на данных аккаунтах например у вас есть такая же самая званочка вы набиваете звезды вам скучно одному бить звезды можете приходить на стримы в 10 пмск они проходят да да на данное в данные минутки время на данном аккаунте я буду конечно же добивать звезды на этих выходных все это у нас дело конечно же получится ну и вообще могу сказать что потихонечку потихонечку данный аккаунт уже приближается к тем самым званием на которых звезды данные набивать все тяжелее тяжелее но учитывать тот учитывая тот факт что у нас вообще в принципе на данном аккаунте постепенно прокачиваются м3 вооружение даже не даже несмотря на то что в принципе у нас нету модулей то здесь довольно таки все достойно и легко получается если честно я вот например планировал что здесь будет намного тяжелее уже вот на условном капитане майоре что здесь мне постоянно будет попадаться ребята с м3 вооружениями меня будет постоянно бить фокусить нагибать и будет реально вот больше гореть жопа чем я буду получать удовольствие именно-таки от набития звёзд на данном аккаунте, то я вам могу с уверенностью сказать, что сейчас я особо не чувствую никаких проблем на данном аккаунте, спокойно всё это дело набивается, безусловно, на фризе, на небольших картах это бьётся намного-таки, намного-таки даже быстрее, то есть, ну, условно, если я буду играть на громе, да, на маленьких картах, то я буду меньше импакта вносить в свою команду и набивать опыта, поэтому фриз, как по мне, вот именно-таки для данных набития звёзд на вот таких примерных званиях, то есть, капитан, майор, чуть даже больше куда-то званочка уходит, очень удобно, ну, тут, понятно, здесь парма, как бы громчик, можно тоже поиграть, у меня всё довольно-таки хорошо сбалансировано по аккаунту, пушечки две имеются, и, по сути, нам-то больше ничего и не надо, сейчас ещё хури рельса будет, вообще будем кайфарить, нагибать на рельсе, не знаю, насколько круто у нас, конечно, всё это дело будет получаться, но я думаю, что чисто ради разнообразия, и чтобы однотипно не играть, условно, на том же фризе или на громе, на данном аккаунте можно будет спокойно ещё на стримах гонять хури рельсу, играть, может, даже какие-то дуэльки вместе с вами, потому что у меня ни на одном мульте нету хури рельсы, и зачастую бывают ребята, которые заходят и спрашивают, блин, а можно с тобой сыграть на мультах там хури рельсу, а я всегда отвечал, что у меня нет её, ну, как бы, проблем нет, можно было бы сыграть, но у меня её реально не было, поэтому сейчас у нас эта вся хури рельса имеется, при том, что она сейчас ещё и будет М3 прокачана, это значит, что, в принципе, вообще никаких проблем у нас с данным движением не будет, и спокойнейшим образом ещё и даже легоси, легоси хури рельса на данном аккаунте будет иметься, это значит, что всё довольно-таки круто, и я, честно говоря, уже готов сказать, что, в принципе, совсем скоро на данном аккаунте, я думаю, что будут появляться новые интересные вооружения, потому что останавливаться реально не на чем, кристаллов много, надо покупать новые комплекты, вкачивать новые именно такие дроны даже, потому что здесь на данном аккаунте нет ещё ни одного дрона, при том батареек уже больше тысячи, это значит, что на где-то 100, 120, 130 каточек нам данных батареек уже точно хватит, это значит, что, в принципе, пол челленджа с дроном можно набивать, при том, что звание аккаунта растёт, в этом плане особо уже имеет вообще, в принципе, смысл покупать его, и начинать его прокачивать, безусловно, это, конечно же, будет бустер, и, в принципе, сочетание бустера под условный громчик, это будет то, что надо, я вот единственный момент, который думаю, вот всё раздумываю, брать ли на данном аккаунте именно-таки нашего любимейшего страйкера, пока я ещё не собрался, можно так сказать, в определённом роде с мыслями, но всё же у нас уже через два дня будут новые комплекты, если в этих данных сочных аппетитно-нагибаторских новых комплектах именно-таки будет комплект со страйкером, желательно, чтобы это был какой-нибудь даже хантер, у меня не викинг, потому что, ну, викинг мне, ну, явно не нужен, вы сейчас, например, видели того же анигилятора, который мне предлагают именно-таки купить разработчики игры, и все, кто занимается именно-таки вот этими комплектами, ну, бред, ну, серьёзно, бред, ну, зачем? Зачем мне брать то, что у меня уже М2 имеется, и то, что я через два звания уже спокойнейшим образом смогу себе приобрести именно-таки М2 в гараж, прокачать до М3 и на изи-каточке уже нагибать на сочном аппетитном нагибаторском викинге, ну, всё довольно-таки ровно, понятно и без особых проблем. Ну, а что касаемо данной каточки, то довольно-таки успешная пармочка получилась на фоне, при всех тех раскладах, что я много-много-много балаболил и говорил всяких интересных вкусностей, мы заняли ещё и первое место в данной катке, уже, в принципе, можно сейчас быстренько поставить последний флажочек. И единственный, наверное, момент, который мне за время данных челленджей не нравился, возможно, я в каком-то определённом ролике даже об этом всём деле расскажу, это то, что реально в матчмейкинге видна деградация и то, что здесь есть ребята, которые, ну, явно какую-то дичь творят постоянно. Вот бывает у меня вот просто отличное настроение, захожу, понабивать звёзды именно-таки на мульте и сталкиваюсь с такими нубами, это просто жесть. И вот моё отличное, аппетитное, нагибаторское настроение превращается просто, ну, я не знаю во что. Потому что, ну, серьёзно, когда тебе, когда попадаются команды, которые мешают при всех тех раскладах, например, условно регби, да, у вас отжимают мяч, и при этом парень просто через 5 секунд сливается. То есть и вам не даёт ничего сделать, и сам ничего сделать не может. То есть я вот вообще поражаюсь от таких ребят, и, возможно, у вас есть какие-то мнения по данному вообще поводу, по матчмейкингу, играете вот вы, например, на средних званиях, как вообще вам нравится, какие у вас тиммейты попадаются, или же это только я с таким сталкиваюсь, негодую, бомблю постоянно, то, что, блин, реально какие-то нубы попадаются, бесят, не прожимают там овердрайвы, мешают, блокируют, не дают нормально, комфортно играть. Вот если у вас есть такая ситуация, тоже вот отпишите по этому поводу в комментарии, интересно было бы вообще узнать ваше мнение по всему этому поводу. Ну вот такой вот ролик у нас сегодня получился, если он вам понравился, то обязательно не забывайте ставить лайк, а также подписываться на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. С вами был Мастер Баночка, продолжаем набивать звёзды, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok